доброе время суток уважаемые подписчики и подписчицы хочу показать свое в общем-то самосбросы полугодичной давности ну пока что так заодно показываю вот это значит у меня ну это неважно вот это я использую в качестве комбика сейчас буду использовать а вот это вот эти аппараты квадрофонический аппарат он мне тут помогать будет ресивер покажу свое очередное сумасбродство многие спросят чего это александр владимирович с ума сошел я объясняю что я пытаюсь написать музыкальных произведениях типа опера жажа но заодно для того чтобы написать что-то надо иметь представление о музыкальных инструментах на которых это все может быть цикл а так как я клавишник то ну я играл в группе в общем-то для меня например бас-гитара я представляю и имею представление но когда мы искали с лидером группы автором песен михаилом саблиным мы искали басиста и барабанщика а так как найти их было трудно то мы делали на компьютерах эти партии прописывали на нотном редакторе и я говорю о ноту какую-нибудь хорошую на басу а мне майкл говорит на бас-гитаре такой ноты нет я думаю аж как как же так она же такая солидная оказывается стандартная бас-гитара там четыре струны там самая нижняя струна это ми а хотелось бы еще и я в общем в общем ну не только я этим озаботился и в записях певица на концертах миллион пармир я заметил есть пятиструнный бас оказывается значит пятая струна она не просто так и действительно пятая струна настроена на ноту си это уже суп контр октава почти как у пианино там внизу и соответственно она покрывает уже басовый диапазон серьезный так как должно быть почти все звуки которые природе существуют она может издать с 31 герц с половиной я пошел смотреть по магазинам израильским надо же скидка есть ну про то есть вот две тысячи шекелей израильских то есть это на 4 делить я наступил на джек на шнур в общем я хотела так чтобы два параллельных звучка были есть я потом об этом пожалел на самом деле когда вот так и так она не фонит а это когда 2 она звук красивый но фонит ужасно сейчас я вот вам попробую показать ой господи я же играть то не умею но басу она тяжеленная блин ну там играет фон какой-то вот это вот нижняя вот эта струна это нижняя обычная бас-гитара а вот эта которая си вот она только на перелоке застройного баса есть и что еще удобно когда эта нота настроена на ноту си то вот здесь у нас гамма до мажор получается вот это вот это дом у нас ну и так далее вот и под музыку и сможет он ну не вот 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 Играет музыка Берегите басистов Басист человек неприметный Но без него Без него не то, я вам скажу А играть на басу Это тоже великое искусство Потому что это надо Это надо знать теорию музыки Это надо знать, где тоников в произведении Где все эти Доминанты, суддоминанты И надо их еще уметь обыгрывать А это что? Ну в общем Еще я вам заодно Сейчас покажу сам этот бас Господи боже мой Нормальные гитаристы Чтобы вот этого не происходило на концертах Обычно шнур заправляют за ремень В общем Это пивей Пивей В общем у него Звучки такие Не хамбекеры Одинарные Ну в общем Это копия По моему Фендер Пресижен Бас По моему Он назывался Когда-то Как гордо написано Все Все компоненты Сделаны в Китае Под американским руководством Охотно верят Но сделано аккуратно Я вам могу сказать Действительно Там вся Вся кинописи написаны Играть можно Если умеете А заодно сейчас вам покажу Копию Фендера Сейчас будет большой грохот Буду переключать джек Они тяжеленные зараза Вот эта гитара называется Виндадж Айгон Санберст Ну на самом деле Вот это вот Она не Это она не ободрана Это просто на нее Наклеен принт Такой Эта гитара Сделана во Вьетнаме Сейчас С большим грохотом Я ее подключу Сейчас Только Единственное Эти придурки Состарили Это гнездо Тоже Она сейчас Вот опытный гитарист Он вот так делает Я вам скажу Это я знаю Это я как звукорежиссер Знаю Если так не сделать Джек Бывает что выпадает Из гнезда И начинает Грохотать Опс Так Вставились И вот Что здесь Здесь все Пороки фендера Стратокастера Получились Звучки фонят Особенно вот здесь Поэтому тут ставят Хамбекер обычный Вот Но При этом пропадает Сочность звука Но гитара не фонит А значит А чтобы она не фонила Что сделали на фендер Вот этот Переключатель Звукоснимателей Первый в разработке У него было Три позиции То есть Вот этот 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 То есть Это Бридж Средний И Нек А Потом Додумались Подключать их В противофазе Чтобы уходил фон Вот Он ушел Опять Фон есть Вот этот Он ушел И вот Это вот этот Вот он самый сочный Но он самый фонящий Оказывается Вот самый красивый звук На этом как раз Звучке Вот на этом А здесь Самый Самый Ядреный В общем комбинации Вот эти Чтобы ничего Не крутить Не паять Не Не лазать туда Хотя есть любители Полазать В общем Среднее положение Придумано Для того Чтобы гитара Не фонила Субтитры Но что еще здесь есть? Здесь есть плохо тремоло, похожее на настоящее. Только не на резьбе рукоять, а... И, как у настоящего фейдера, если мы тянем сюда, то у нас ровно полтона вверх. В эту сторону. Куда угодно. Мне кажется, звук похож на фейдера. Так что я доволен. Хочется еще в коллекцию... Ну, конечно, всяким завистникам я могу так сказать. Не завидуйте, это не настоящий инструмент, этому лежит. Это китайские копии. Значит, хочется еще заиметь вот этот... Грипсон. Блес Пол. Тоже есть такая... Китайская перепечатка, которая из красного дерева. Знаете, такая кругленькая гитарка. Тоже легендарная. И есть еще полуакустика типа Риккенбекера. Они все в районе двух тысяч израильских шекелей. То есть... Где-то, то есть, это все надо на четыре поделить, что это долларов получается. То есть, где-то по пятьсот долларов каждая гитара. Вот. Но они увесистые. Я не знаю, как настоящий фендер, сколько весят. Но тут с этой и так не попрыгаешь по сцене особо. В общем, вот так. Благодарю за внимание. До новых встреч на встрече.